Эх ты, шаман какой-то. У шамана с лица повязка спала шаманская. А написано, прикинь, Артур молодой под его надписью. Он выходит, сейчас написали, Артур молодой. Вообще странно как-то. Они, короче, перепутали выходы. Это, кстати, не первый раз, когда они вот так пишут. Они, по-моему, еще кого-то путали, если я не ошибаюсь. Дитка, что ли, они на другого напечатали. Да-да-да. Эх, с Тувин, заполнится. Служили со мной. Это жесткие парни. Ну, однозначно, да, вот. Непонятные, вот так скажу. Непонятные. Они вплоть переходили на свои наречия в общении. И реально было непонятно. Но что-то мутили. Я всегда об этом догадывался. И из-за этого были конфликты. В очередной раз выходят в образе испанского Ториадора. Ну, стрелки хорошие. Орут, хоть и грязь. Попробуйся на Ториадор. О, орут. Орут молодец. Орут такие бои показывает жесткие. У него и техника хорошая. Он занимается в зале... Ага, загрузка пошла. Подпись. Он занимается в зале Кит-Тек, если я не ошибаюсь. Кит-Тек? А, ну да, вон тренерша. Я не помню, как ее звать. Светлан. А Татьяна или Светлан я вот не помню точно. Чтобы не хочу ошибиться, поэтому не будет говорить там. В образце? Да, 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 да. Светленькая. Вот такая она мощная тренерша. Это жесткая довольно-таки. И вот как раз орут. Наступает от клуба Кит-Тек. Ага, если я правильно понял, сейчас если Орут выигрывает, то он становится претендентом на перстень. Он много боев провел? Он провел два боя. Первый бой у него был с Майком Остиценко. Красивый бой очень получился. Я не помню, там была ничья или он победил. Я вот не помню этот момент. А второй бой он провел против охранника Иван Машкарев. Охранник. Они дрались с ним на 10-м турнире. Угу. Орут там был в фиолетовых штанах. Ну, давай, Орут. Все прогнозы на тебя. Охранник. О-хранник. 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 Суперкот за альтер-фотом. Да, вот это начало. Хорошо встретил Русь в форму. Слушай, молодёй, вперёд. И все собирается останавливаться на близкой дистанции. Не будем это пьёт. Жесточайший удар. Сильнейшие руки прилетают. После чего... Не хотят показывать бойцы техничный бой, что они просто хотят размениться рукавыми на дистанции. Ага, Русь молодец. Сейчас у него рука шла в затылок, он тормознул и батон не раскроет. Молодец. Твёрдый по-мягкому. Мягко и по-твёрдому. Ловко. Шаман колдовается, да, там шаман. Шаман прям этот прёт на него, он не даёт ему, арука ничего сделать. И такой он бодрячком, прям он прёт и прёт. Не сечет у него ничего нет. Арук по нему нормально подал. Ну арук тоже выхватывай, да и тоже пока бесит. Он заряжен на победу, надо побей тому и тому. А ему по-любому надо побеждать. Потому что Арут идёт оттуда в долго, а вот этот вот шаман, он идёт вообще от какой-то другой, по-моему, организации. Ну, от Казахстана. Нет, от Сибири, это Тувинец, он и Казах. А, да. Опа, блядь, потихо-тихо-тихо-тихо. Ну, вот он характер Тувинский, да. Ну, вот, с другой стороны, вот эти секунды для нас-то они видятся, а там в бою всё по-другому. Молодец, хорошо, да. Этого красного пиджака и чёрного пиджака. Не зря, да, рядом посадили. Видно, что сели этих комментаторов. Задумчиво. Руку наложил, а не боковой удар. Мне кажется, надо было руку включать, ноги уже двигаться, потому что на ближней дистанции сталкивать в этот момент шаман реально забирает. Всё равно попадает, Арут на выходе, пока не предельно попадает. Да, она водящий, если уже Арутик кидает. Вот здесь Харбоша прошёл немного через руку. Встречный удар. Надо руку двигаться и больше включать. Вот это будет. Это третий бой. И каждый бой прекрасен. Наши сегодня. Пошёл. Читакон прям. Он в этого попадает, в Киевинцев, в Шамана. Он хорошо попадает. Он всё прёт и прёт. В Шамане там. Что-то нашаманил. Помощь же отходил. Якут пошёл к Путину. В Кремль пошёл. Он был, может, с одной командой. А он же так и не дошёл. Чего нет? Его отправили лечиться. И хватили. Но он и вылечится. Выздоровел. Пришёл никуда, куда хотел. Чуть-чуть не дошёл. И там свернул направо, налево. Прямо пойдёшь. Ну, тот док дошёл до плащения другом. Да, уже смотри. Да, очень тяжело. Такой. Бамбы, как он его расстреливает. Маши. А, это его, это да, тренер? Белый уже. Да. Эх, ты, блядь. Далбый, мударь. Глаз. Ну, чему углу? Там же угла нету на этом. В кругу. Какой угол? А, они же поясом доступны. Появится. В кругу есть сторона. Дальний. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ему сейчас надо бежать доделать. Да он не по корпусу и в голову. Бам, левый, левый туда, левый. Да, держись, Орук. Оба надо держаться, чтобы довели до содействия. Но он всё-таки Орук так. Уже третий раз дерётся как-то уже. Все прогнозы делали, что победит он. Ну, потому что вот эту Винцу, он, по-моему, дебют от Шашонка. И, насколько помню, я вообще не трасса ни разу здесь, чтобы были. А тут такой мощный дебют. Значит, что он достоин этого. Если его выставил на двухкратную. Он же побеждал, да, там, или что. Значит, показал себя поинок на просмотре или как-то данное о себе. Он так и дерётся, ты понимаешь, как-то они дерутся. Он такой, как будто он вообще не устаёт. Ой, вот он, да, вот он. Ой, ещё раз так. Ну, по мочевому пузырю-то однозначно попал. Там даже ниже пупка, если удар уже не было, вообще неприятно. Тихо-тихо, вы чё, парни? Я ей только хотел сказать, что как. Чё-то с трансляцией. Тут спиной встал. Он такой собранный, да, шаман? Такой. Имеют действительно большую силу в кулачных боях. Я думаю, он где-то стоит рядом с Атефом, на воду влёд. Фишка в чём? Это ещё опыт. Ему, видать, с детства он, этот, вот там, среди братьев-туинцев на кулаках подрались. Тем более, если живут не в большом поселении, а в компактном. Иди особо не жалуются так, по-братски. Уже замедлили, да, вот это. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну-ка, двигай. Только. Опять, опять. Минус поиску. Не особо. Замечание, что нужно быть аккуратнее, не пить по штану. Тут сразу залетает просто. Классика, отвеши через руку. Вправо попадает Шаман. Хорошо на ногах разрывает, двигает. Все чаще и чаще проваливает Сарус. Вот, секунду. Удар, но у него ничего не получается, Шаман все видит. Да, не просто, не просто. О, вот это депутация у нас сегодня, друзья. Да, депутат. Короче, да, Шаман видать это. Ничья возможна? Потому что Шаман явно накидывал. Может быть. Он накидывал. Он прям реально перебил Аруто. Но ему минус 1 балл, поэтому может быть из-за этого ничего там не делали. Он выдерживает удар. У него, видишь, у Шамана, у него меньше шеи, не такой сотрясаний головы, как Бум. Более амортизированный. А прям нажми на экранчик. Тихо, тихо, тихо. Нажал. Ё-моё. Всё. Это сбой в матрице дожавю. Матрица вышла, четвёртый. Поэтому всё. Вот они из них кто-то видать. Шаман и Шаман так, что сейчас будет ничья. Ну, вообще, на самом деле, Шаман, я думаю, выиграл. Я тоже так думаю. Но они, возможно, сделают ничью. Чего-то кровь облизывает зря. Он где-то делает. Возможно, из того, что сняли минус балл Шаману. Поэтому сделают ничью. Если оно возможно. А так, да, Шаман вышел, даже сболтал сейчас всё. Прекрасно. Вы настоящим украшением сегодняшнего турнира бою у нас есть победитель. Молодец. Бодро. Кроссовки и штаны. Кроссовки и штаны надо было поменять. Они с того-то разные обувь одели. Не по фэншую, короче, по этому. Видишь, как произошло? У арута чёрные ботинки, красные штаны. А у того наоборот. Вот если бы они переоделись, была бы ничья. Ещё пиджачок от того красного прикинуть бы. Кого? Или чёрный? О, поссовки. Да не по, а одному. Я думаю, блин, куда я с ним пойду-то, как ещё в поезде с ним ехать? А, по соточке. Нормально. Конечно, если по 10 сотку дай бонус, то два боя. Не одному? Ну, нет, вроде же, в те бои было одному, кому давали не двоим. Под предыдущим два боя. Или тоже обоим давали? По-моему, всегда обоим давали. Я возьму слово у нашего дебютанта. Плакать. Ну, не один же устроил зрелищный бой, а оба устроили. Поэтому обои. Я продемонстрировал силу Тулинского духа. В чём секрет такой ожесточенной битвы? В силу Тулинского духа. Несмотря ни на что, продолжаешь рубиться и идти только вперёд. Вперёд. Вонка, вперёд. А, ну вот, да. Я не буду загружать тебя словами, спасибо тебе. Молодец, не буду загружать словами. Вот в армейке такая же тема. Только вперёд. Ух. А, он лишь помолился духом. Вот представитель. Язычник. Замечательно, интересно, красиво. Тимур Шаман. Мне тяжело сказать со своей стороны, кто-то надержал победу. Я вижу, что ты этим не согласен. Согласен? В целом, ты в любом случае... В целом согласен. Ты красавчик. Ты превзошёл себя в моих ожиданиях. А то Винь смотрит, смотрит. Что-то они договариваются. Что-то они договариваются. Раз, и что там договариваются они? У меня вопрос. Этот мой лучше, чем второй? Чем второй? Вот в этом турнире или в его второй? Вообще. В его карьере? Его, да. Сохранник, который был. Угу. Всё, не буду грузить тебя словами. Светлана Михайловна. Спасибо большое. Светлана Михайловна. Светлана Михайловна. Светлана Михайловна. Надо было лучше показать. Куда говорить? Потому что Виньц прям куда говорить? В туда. Я провел тут три боя. Ты ни разу не посетил. Хоть бы хотел победу, но посвящай мне эти мои мои. Эти мои мои. Это там маме? По-моему, да. Красавчик. Молодец. Всем мамам надо так посвящать свою жизнь. Не только бои, а жизнь. Я считаю, что он мог подвигаться. Мог поработать свою эспатичку. Но он решил подарить и будет зрителям. В этом-то. В этом-то. В этом-то. В этом-то мы его не благодородим. Жесточайшую руку он троим стал играть. Визаж физиологически. Вишеных разницы в утренце и руки тоже длинные достаточно. И он как бы шея и вещества по ногу на плечах зажимает. Тык-то, ну и всё. Ну и тем более с детства сто процентов. Паренёк занимается всякими такими народными видами гимнастики. Ну да. С детства. Как можно смотреть что-то? И плюс, когда общество не очень большое. Вот если проживали там в каком-то не очень там большом городе, или всё-таки в клановости есть, общинность, то там, да, мальчишка он среди своих утверждается и старшие следят. Все замедленные эфиры. Поэтому здесь всё, всё так и должно быть и шаман, да. Опять же там, да, не зря он не ходит. На колдовал, да. Да. Мы нарчаем, куда деваться. Есть ракушки, которые мы не видим. Кстати, зажгулся всеми тормозами. Павтор выглядит прикольно. Как фотки, да, кого-то как-то. Да, да, да. Бум. Размышляю по ладони. Посмотрите. Сколько надо есть, чтобы стать такими, как бойцы, которые будут выходить. Надо бодро. Кстати, так как силы не будет длиться, Валера за Перстень в феврале должен будет драться с Погодиным. Вот это будет бой. А, Погодина. Нормально. Это, короче, они как бы шаг перешагнули, да.